Приключение команды Rex Автор сценария Жан Шалопен Режиссер Стефан Мартиньери Художник Чарли Сансонетти Композитор Роберт Уолш Вернувшийся малыш Бабрика Дина Кол Ну, будь здоров! Пока! До завтра! Нет-нет, вы идите, мы с дружком еще поработаем немного Чувствуется, вы здесь новенькие ребята Первый день на работе уже перерабатываете Да, мастер Нам еще хочется подготовить добавки к завтрашнему разливу Дина Колы Я поражен Такие добросовестные работники Таковы Аспид и Глупыш До завтра, мастер! Пока! Он ушел последним Теперь мы можем спокойно начинать сифонить эту Дина Колу Вас понял, шеф Бакси, что-то случилось? Бисел получил донесение от шерифа, что на фабрике Динокола происходит какая-то подозрительная возня Что это еще за фабрика? Поясни Фабрика, где производят все эти анилиновые жидкости Бисел хочет, чтобы мы опередили ребят в шерифы, иначе они наломают там дров Позвольте мне Третий глобус на этой неделе, а? Сколько в тебе силы, Бруно, просто ужас Ну, уродился я таким, я же не виноват Еще несколько поворотов ключа, и наши будут иметь годовой запас Диноколы бесплатно Команда Рекс Город, растет и выборет А, мне молния заела А, та же цена сигнулась Теперь им конец Застынь В таком виде ты точно застынешь Неплохо Но в другой раз запомните, железные трубы только возбуждают мой аппетит Вот этого на десерт не желаете? Что я вам говорил о моей природной силе? О, брат Бак! Бак! Нет! Бак! Это получилось случайно, прости А? О, моя джерская Я же говорил тебе, чтобы ты сдерживался Ну, что же это я? Прости меня, малыш Я не хотел, это получилось совершенно случайно Я ранил своего собственного брата Мою плоть и кровь Нет мне прощения Нет! Пошли, не переживай Я знаю, что очень хорошего хирурга Никак не могу понять Что Аспид и Глупыш делали с этими трубами? Это не трубы Это у них музыкальные инструменты А что ты скажешь, Эдди? Бак должен выработать иммунную инсталляцию Ко всем возможным неожиданностям преступников в будущем Я знаю, знаю, что искалечил его навеки Успокойся Эдди только сказал, что Бак должен недельку отдохнуть Ах, ты можешь меня простить, друг? Забудь, Бруно Это же вышло случайно Ты меня простил, Бак, но я себя не прощу никогда Вам нравится работать на фабрике Динокола, ребята? Да, большой босс, очень нравится А знаете ли вы, ребята, почему я послал вас на эту работу? Потому что фабрика оплачивает услуги донтистов Вам эти услуги не понадобятся Если вы меня разозлите, у вас ни одного кулака не останется Поэтому, червяки, завтра, уходя с работы, не забудьте прихватить Диноколу Иначе я не ручаюсь за себя Знаешь, мне не кажется, что он питает к нам симпатию У меня есть идея Не понимаю, глупыш Ведь большой босс велел это сделать завтра Да, но если мы это сделаем сегодня То наверняка оставим его любимцами Иди, проверь там соединение Буба слушает Это фабрика Диноколая? Нет, это клуб Дракон Это Бисел Нет, это Буба Слушай меня, Буба, это Бисел И хватит валять дурака, давай сюда Бакси А, вы хотите говорить с Бакси? Нет, я хочу говорить с Биселом Ну, Бисела здесь нет Хотите ему что-то передать? Мистер Бисел, я не узнал ваш голос Ой, нет, нет Отправляйтесь на фабрику Динокола немедленно Да, сэр Ой, ой, ой Бакси, что-то случилось на этой чертовой фабрике Ой На какой фабрике? Говори толком Ну, там, где размешивают этот анилин А, вот теперь я все понял Пора идти Я должен огорчить тебя, брат Тебе надо поберечь свою челюсть Поэтому отдыхай А где Бруно? Бруно сейчас наверху пиваивает свой обед Не будем его тревозить, а? Что-то тут не так Я думаю, что, скорее всего, он опять объелся Нет, нет, нет Я думаю, если Бруно навалился на еду Значит, переживает за случившееся Вытащи его оттуда Скажи, что у команды Рекс есть работа Я ранил его Я нанес ему увечья Поранил собственного брата Кончай ныть, Бруно Расскажи лучше про свою природную силу Да, у меня природная сила Это самый сильный в мире, Бруно А то Значит, тебе не нужна эта жратва и вся эта отрава Не нужна мне жратва, не нужна мне отрава О, нет Опять одни Не нужна мне жратва О чем он, собственно, думает, а? Нет, и оружия мне тоже не надо Ну, чего же ты ждешь? Действуй, покажи свою силу Я и без оружия обойдусь Все беру на себя Справлюсь голыми руками Все живы? Мы-то живы Но Бруно, кажется, на этот раз не сдобровать Вот Застынь, жестянка Оу, а почему бы вам, ребята, не отбросить оружие и не побороться со мной, как настоящим динозавром? Потому что мы змеи Испугался? У него нервы сдали Не так, что ли? Это тот придурок, что повредил челюсть своему собственному брату Это по ошибке Я не хотел Я, я, я не знал Что, что так получится Тебе конец Мне конец Ты никчемный Я никчемный И ты ни на что не годен Это верно Я ни на что не годен Мы поможем тебе покончить с этой жалкой участью Представление окончено Окончено? Нет, только начинается Застыньте или вас заморозят Вы засыпались Как вам угодно Бруно, Бруно, где ты? Бруно, назовись Мне конец Я ни к чем Ни на что не годен Да, тяжелый случай Да, тяжелый случай Конечно, я только хозяйка заведения, но хотелось бы знать, где вы ребята пропадали вчера Это долгая история Бедному Баку опять не повезло, во время бритья порезался и выступать не может А ты не пилой случайно брился? Наверное, пила была очень тупая, Бак Нет, это я в потёмках налетел на что-то, сам не знаю, как это у меня получилось Он хочет сказать, что на него сейчас можно не рассчитывать Хорошо, обойдёмся без него, программа не нуждается в ведущем А где Бруно? У нас небольшая проблема с Бруно Войдите У тебя есть минута в Йемене? У меня времени теперь навалом, если хочешь, присаживайся Надо поговорить Ведите себя тихо и не пострадайте Мы только выкачаем эту диноколу и делу конец Вы поняли нас? Но вы такие добросовестные работники Вы же никогда больше часа не обедали Хватит нудить, нам надо качать Боясь этим кончать В том, что со мной случилось, твоей вины нет Хочешь кукурузы? Нет, спасибо, ты слышал, что я сказал? А этого? Нет А карамели? Нет А это какая? А эту я люблю Да, одну, а? О, нет, только не это О, мои зубы, моя цвея Опять моя вина Совсем я никчемный Сейчас позвонили от бисела Что здесь происходит? Прекратите эти глупости, у нас совсем нет времени Опять что-то случилось на фабрике На фабрике диноколы? И что на этот раз? Надо пойти и, наконец, разобраться, в чем там дело Мне эти шутки надоели Я не пойду От меня дни неприятности Я всем, всем Я, я только всем мешаю Да ладно, прекрати Ой, добро, ну прекрати Мы без тебя не можем Нам нужна твоя помощь Командер Экс борется с бандитами Загадочное происшествие Мы должны разобраться И навести порядок Отправляемся в неизбестность Командер Экс борется с бандитами Командер Экс борется с бандитами Ну, врубай О, Бруно, у тебя такой вид, будто ты съел все продукты в доме А где братья? Или ты их тоже того? Профессор, они на работе А ты? Я им не нужен Напротив, ты очень нужен, друг мой, ты насущно необходим Нужен? Ведь Влада команда Да, мы команда А ты по весу сейчас соответствуешь всей команде Ты прав, профессор, я тоже часть команды И я не могу без них обойтись, так же, как они без меня Какой я эгоист, а! Я думал только о себе Ну, при твоих размерах и размышлять приходится много Мне надо идти, профессор, я должен побочь им Это верно Ну вот, мой костюм на меня не лезет Неизбежное последствие чрезмерного употребления еды Это нарушение обмена веществ Так вот, для чего им нужны эти трубы Они перекачивают диноколу Большой босс будет нами гордиться Полагаю, он теперь присвоит нам звание почетных змей Я бы на вашем месте на это не рассчитывал Отключите кран немедленно Ладно Какое прекрасное отступление в волнах диноколы Душ в любом случае им не помешает Что случилось? Вам не повезло, ребята Вы еще помните меня, вашего любимого труса Бруно? Вау! На этот раз я не промахнусь Так-то лучше Этих ребят не мешало проучить Хорошо, что ты опять с нами, Бруно Кто помог тебе измениться? Бак и еще профессор Эдди Которые напомнили мне, что мы одна команда Я нужен всем вам, а вы все нужны мне А как ты так быстро похудел, а? О, это! Я сбросил лишний вес, когда бежал к вам на помощь Ты всю дорогу бежал? Да У меня же нет проездного на автобус Фильм дублирован студией Фортуна Фильм Режиссер дубляжа Виктория Чаева Автор литературного перевода Леонид Белозорович Звукорежиссер Лариса Высокова Инженер звукозаписи Екатерина Комарова Роли дублировали Елена Соловьева Владимир Антоник Вячеслав Баранов Дмитрий Матвеев Рудольф Панков Дмитрий Полонский Никита Прозоровский Александр Рыжков Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин